В данном направлении 1851 год знаменитый моряк, первооткрыватель Антарктиды, совершил три кругосветных плавания. Он был военным губернатором Севастополя тогда, когда город начал застраиваться с 1833 по 1851 год. В 17 лет командовал Черноморским плотом. И вот Лазарев, как военный губернатор, перед императором Николаем Первым хлопотал, чтобы не в семи верстах от города, Херсонес был очень далекой тогда окраине, а вот здесь на городском холме поставить красивый храм во имя крестителя Руси. Но ему не пришлось видеть воплощение своей мечты. И он умер от болезни и скончался он в 1851 году, незадолго, но на начало Крымской войны умер в Вене. Его сюда привезли и вот здесь похоронили на месте только предполагаемого. И он умер от болезни и скончался. И он умер от болезни. Я умер от болезни и скончался. И он умер от болезни, что вообще в Казахском богу работает. Он умер от болезни. собора благополучно, была завершена в мае 2014 года. Во время последней реставрации решено было все-таки оставить первозданную цокольную часть посадок, на колоннах, на крыльце. Все это следы от пуль, осколков и снарядов, напоминания о событиях Великой Отечественной войны. Это было совместное решение настоятеля храма, отца Алексея, сотрудников нашего музея. Собор Владимирский находится у нас с верующими в совместном использовании. Прихожане молятся, в определенное время работники музея вводят по собору экскурсию. Все это оставили для того, чтобы можно было представить, как до недавнего времени выглядело уступали. Конечно, история собора привлекает и паломников, и многочисленных гостей. Знакомиться мы будем с ней в Нижнем Храме. У меня ко всем просьба. Звонки и мобильных телефонов на время посещения усыпаний отключите, пожалуйста. В соборе все виды съемок запрещены, поэтому снимать там нельзя. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...